Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Человек года. Лучшим представителям Могилевской области вручили премии и благодарности от имени администрации президента. Динамичное развитие области – это все благодаря нашим людям, благодаря их упорному труду. Как это было. Стоп, снято. Бобруйские оперативники помогли ликвидировать спорную студию. Стоимость одного ролика достигала 80 рублей. Чем обернется контент 18+. Быстрее, выше, сильнее. В городе продолжается турнир спасателей. Показываются довольно-таки неплохие результаты, особенно представители Российской Федерации. Кто лидирует. А также научное достижение, воздушная разведка и порывистый ветер. На выходные объявлен оранжевый уровень опасности. Ждат ли возвращения зимы. Эйчбок, дроны и робот-пылесос для полей. Президент посетил выставку научных достижений. Организовать такую масштабную презентацию – распоряжение главы государства. Особый интерес вызывают беспилотники, сфера микроэлектроники и новинки горизонта. Александр Лукашенко поручает увеличить локализацию до 70% к концу года. Белорусскому лидеру показывают, как образцы, которые уже воплотились в железе и успешно продаются, так и прототипы, готовые к серийному производству. Все это создано человеческим интеллектом, но не меньшее внимание уделяют искусственному. Меня приглашают в Эмираты, они же там, наверное, знаешь, серьезно занимаются искусственным интеллектом. Если тебе надо помощь, пожалуйста, я могу это сделать, потому что, как ни странно, я стоял у истока в работе эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю, да Господь с вами, приезжайте. Поэтому, если он у нас самый главный светилом, подсоединяй к себе людей, я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует. Вот они у нас... Северный берег, мы писали техническое задание на эту платформу. Ты писал, да? Ну, молодец. Вот они там, почему я на это клюнул, скажем, не только потому, что там 5 миллиардов долларов инвестиций будет, а они пообещали мне этот умный город создать, и там образовательную, мощную платформу по искусственному интеллекту там будет. Ноу-хау представляют не только ученые, но и промышленные компании, университеты. В зале Белэкспо свыше 400 экспонатов. Их распределяют по кластерам – медицина, электротранспорт, АПК, военная наука и экология. Увидеть все своими глазами можно по 22 января. Вход свободный. По заслугам и наградам. Лучшим представителям Могилевской области вручили премию облсполкома «Человек года» и благодарности от имени администрации президента. Регион отмечает 85-летие. Здесь сосредоточен мощный промышленный потенциал. От химических волокон до автомобильных шин. В честь юбилея во Дворце культуры прошел праздничный концерт. О том, как это было, далее. Работники сельского хозяйства, строители, спортсмены, врачи и представители других профессий, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, принимают поздравления. Грамотам и благодарностям нет числа. В свой 85-летний юбилей Могилевская область чествует лучших из лучших. 15 удостаиваются почетного звания «Человек года» Могилевщины. Заслуги области перед большой страной отмечены высокими государственными наградами. В 1967 году орден Ленина. Несколько позже Бобруйский и Могилев были отмечены также орденами за вклад в развитие страны и победу над минско-фашистскими захватчиками. Могилевская область славится основными объемами белорусского производства химических волокон, автомобильных шин, лифтов, цемента. Здесь успешно развивается животноводство и рыбоводство. Экспорт предприятий за год свыше 6 миллиардов рублей. Значительные средства вкладываются в социально-экономическое развитие региона. Только в 2022-м завершают реализацию 15 инвестпроектов на сумму 110 миллионов рублей. Есть хорошие проекты, которые реализуются. Есть намерение реализации еще ряда социальных и не только социальных проектов. И вот это динамичное развитие области – это все благодаря нашим людям, благодаря их упорному труду, благодаря, наверное, даже больше любви к своей родине. Существенный вклад в социально-экономическое развитие региона вносит город на Березине. Еще в 1924-м Бобруйский округ считается самостоятельным административно-территориальным образованием. В эти годы возводится лесокомбинат, гидролизный завод, мебельная фабрика имени Халтурина, красный пищевик. Закладывается промышленный потенциал. В 1938-м Бобруй сходит в состав области. На тот момент он самый крупный районный центр после Могилева, с населением почти 85 тысяч жителей. Здесь действуют 30 школ, 38 детсадов, 11 клубов, 13 библиотек и театр. Работали такие крупные предприятия, как машиностроительный завод, швейная фабрика имени Дежинского. И как раз вот в конце 30-х годов появился такой центр культурной жизни, как кинотеатр «Товарищ». Сегодня Бобруйск растет не по дням, а по часам. Расширяется география поставок, производятся импортозамещающие товары, создаются новые рабочие места. Развивается и социальная сфера. В 2022-м возводят свыше 70 тысяч квадратов жилья. Особое внимание многодетным. Обновляются и дороги. Объем выполненных работ превышает 260 тысяч квадратных метров. По проспекту строителей продлевают второй маршрут троллейбуса. В микрорайоне Киселевича начинают проектирование детского сада на 240 мест. И это в очередной раз подтверждает – у нас есть все для дальнейшего развития. Но главное – это желание сделать малую родину еще красивее, уютнее и комфортнее. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Первая и последняя роль. В Витебской области ликвидирована порно-студия. Бобруйские оперативники получили информацию о причастности 18-летней жительницы Ушачьей к изготовлению и распространению запрещенных материалов. Откровенные ролики с августа прошлого года девушка снимала у себя дома. В качестве актеров привлекала знакомых. Сама тоже участвовала в съемках. Видео продавала через специально созданный для этого телеграм-канал. Стоимость одного ролика достигала 80 рублей. На сегодняшний день установлено более 40 покупателей от снятого контента. Правоохранители изъяли компьютерную технику, фото и видеоаппаратуру, кольцевую лампу и другое осветительное оборудование, а также реквизит и декорации. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 4 лет лишения свободы. Авиационные учения, иммунная тактика и новый сервис. Разблокировать карту после неверного набора пин-кода станет проще. Какая понадобится информация? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Продолжаются летно-тактические учения вооруженных сил Белоруссии и России. Экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне. Авиация подавляет противовоздушную оборону, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника. Еще одна задача – ведение воздушной разведки и управления экипажами многоцелевых истребителей. В Белоруссии изменена тактика иммунизации против COVID-19. Теперь бустер должен проводиться каждые шесть месяцев любым доступным препаратом с учетом возраста и показаний. Также можно чередовать первой и второй компоненты, причем не имеет значения, какой вакциной. Разрешено проводить повторный укол для несовершеннолетних с пяти лет. В один день допустимо прививать и от нескольких инфекций. Разблокировать карту после неверного набора пин-кода станет проще. Новый сервис запустил банковский процессинговый центр. Для этого необходимо позвонить с личного мобильного, который указан в анкете, на телефон автоматизированной службы и ввести последние четыре цифры платежного средства. Однако важно достоверно указывать и своевременно обновлять номера в базе данных. МНС Белоруссии запустит сервис с ответами на актуальные вопросы по налогу на профессиональный доход. Информацию разделят по рубрикам и хэштегам для удобства клиентов. Сейчас на официальном сайте существует страница с подробными видеоуроками. Между тем список видов деятельности, которым доступен новый режим налогообложения, планируют расширить в этом году. На выходные объявлен оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра и снегопада. В субботу прогнозируются сильные осадки, местами метель. Кроме того, в отдельных районах слабый туман и гололедица. Порывы до 14 метров в секунду. Температура не поднимется выше плюс пяти. В воскресенье погода кардинально не изменится, однако ночью похолодают до минус пяти. Комплектование – дело непрерывное. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси передало Бобруйску инновационные машины. Огнеборцы получили две автоцистерны и автолестницу. Тем временем в городе продолжается турнир спасателей. Второй этап – пожарный спорт. Это задание участники выполняли на время. Кто в лидерах, узнаем прямо сейчас. Спасатели ежедневно сталкиваются с происшествиями различного формата и уровня сложности. И здесь одна из значимых ролей – отведена технике. А значит, комплектование – дело непрерывное. Бобруйскому гарнизону передают три машины. Одна из новинок – автоцистерна. Производство отечественное. База – шасси МАС. Насосная установка позволяет подавать 40 литров воды в секунду. Вместимость резервуара с жидкостью – 5 тонн. Пенобака – 300 литров. Подается гнетущее вещество, в данном случае вода, на высоту в районе 10 этажа и дальность в районе 60-70 метров. Еще одна новинка – пожарная автолестница. Спецтехника произведена из современных материалов, которым не страшна коррозия. Максимальная высота выдвижной стрелы – 30 метров. Грузоподъемность – 180 килограммов. С помощью техники спасатели поднимаются на нужный этаж за считанные секунды. Эта техника нам нужна была на все 100%, так как она новая. Шасси уже как бы усовершенствованы по сравнению с нашими старыми автомобилями, с делами. Они настолько удобны, то есть при доставке личного состава все удобства, они прямо на месте находятся. Пока одни не нарадуются новинки, другие сражаются за звание лучших. Игорь Коновальчик участвует в турнире спасателей с момента его основания, уже в 19-й раз. Второй этап – пожарный спорт. Упражнение требует выносливости, координации и командной слаженности. Огнеборец преодолевает дистанцию и поднимается на высоту за 17 секунд. Тяжеловато, конечно, уже годы немолодые, но сражаемся, все силы отдаем, все этапы. И волейбол, и штурмовая лестница, и футбол, все оно сложно. Но все сложнее и сложнее, потому что после каждого вида нагрузки все больше и больше, организм устает. Поэтому завтра еще будет сложнее. Подъем по штурмовке на четвертый этаж учебной башни – часть системы боевой подготовки. Длина пути – 32 метра. Вес лестницы без малого – 10 килограммов. Задание выполнено, когда ноги участника касаются пола четвертого этажа. Попытки даются две. В зачет идет лучшее время. Показываются довольно-таки неплохие результаты, особенно представители Российской Федерации. Пока после первой попытки это лучшее время – 13.90. Главное, чтобы не было травм. За кубок, напомним, сражаются 12 команд из Белоруссии и России. Новички – представители Калининграда. По итогам первого дня в волейболе побеждает Бобруйск-1. Второе место у спасателей из Нарафа-Минска. Третье занимают огнеборцы из Минской области. Уже в субботу стартуют соревнования по мини-футболу. В этот же день назовут имена лучших. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Без тебя меня нет. Зефир-ФМ разыгрывает билеты на концерт славы. Испытать удачу легко. Достаточно подписаться на аккаунт радио в Инстаграм и написать несколько комментариев под первым постом. Двух счастливчиков выберут 23 января. Дополнительное условие – страница должна быть открыта и некоммерческого типа. В 8 утра включаем радиоприемники, слушаем Зефир-ФМ, утреннее шоу 5, пятниц получаем от ведущих простейшее задание, выполнив которое у вас появится шанс выиграть билет на концерт певицы. Автор и исполнительница песен, актриса, лауреат нескольких музыкальных премий, выступит на сцене Дворца искусств 1 февраля. В репертуаре всем известные хиты. «Одиночество», «Расскажи мне, мама», «Однажды ты» и «Я устала быть сильной». Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова